Привет, с вами Эликскрэн и Xiaomi 4A. Ну точнее обзор конечно будет на 5A ноут, но внешние виды характеристики у них почти идентичны. Тот же процессор, азу, камера увеличили размер экрана с 5 до 5,5 и урезали аккумулятор, что конечно неприятно, но зато стоит он всего ничего. Но самым пожалуй волнующим для меня вопросом было разрешение экрана, ведь оно тоже осталось прежним, при большей диагонали. Используя телефон целую неделю, я не могу сказать, что пиксели будут бросаться в глаза, если конечно вы специально не будете их искать. В общем-то особой разницы с Full HD я не заметил, а в целом экран хороший, особенно учитывая, что девайсы серии A ультробюджетные и являются самыми доступными телефонами от Xiaomi. В отличии от более дорогих моделей, мы также не получим сканер отпечатков пальцев. Хотя есть модификации Note 5A, где есть и отпечаток сканера пальца, и 3, и 4 гигабайта оперативной памяти. 3264 встроены, но там цена подкрадывается слишком близко к лучшему во всем Xiaomi Redmi Note 4X. Поэтому мы рассматриваем базовую версию, с 2 гигабайтами Азу, 16 накопителя и без сканер отпечатков пальца. Хотя если у вас есть видность браслет или смарт-часы, вы можете назначить разблокировку поблизости к устройству. Я так на своем 4А и делал. Первое впечатление было вау, он легкий. Как владелец Note 4X, он действительно легче. В основном из-за пластиковой, а не металлической задней крышки. Но это дело вкуса и предпочтений. И еще что мне понравилось, так это отсутствие 2.5 до стекла. Смысла к нему все равно нету. А вот защитную пленку или стекло наклеить будет проще и выглядеть лучше. Из минусов, задняя крышка немного прогибается. И есть небольшие тактильные ощущения соприкосновения крышки с аккумулятором. Но это только если реально нажимать. Также мы не получаем подсветку клавиш. А индикатор событий хоть и присутствует, но только на один цвет. Девайс хоть и не геймерский, но все казуальные игры и среднячки идут на ура. А в играх а-ля Asphalt конечно проседают FPS и дропаются кадры. Но камон, за такие-то деньги. Камера средненькая. Ничего плохого или хорошего сказать я тут не могу. Кроме как, что мне нравится ее расположение на краю устройства, нежели в центре как на более дорогой модели Redmi 4 Note. Full HD видео без стабилизации автофокуса. Но за свои деньги весьма достойно. Самым же большим плюсом, как по мне, является возможность использовать сразу две сим-карты и microSD. Да-да, наконец. Собственно и еще одна причина, почему я думаю, что не стоит покупать более дорогую модель этого телефона. Аккумулятор при обычном использовании даст примерно 8 часов активного экрана, а заряжать придется приблизительно 2 часа. В целом, это отличный телефон для жидневного использования, или как подарок студенту, школьнику или бабушке. Если же вы более активный пользователь, геймер, или просто хотите еще больше запаса работы аккумулятора, рекомендую посмотреть на Note 4X. Он немногим дороже. Но чтобы вы потом локти не кусали. А с вами был Алекс Крейн, специально для RootNation. Подписывайтесь и следите за нами. See you in the next one.